Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами наше занятие по курсу технологии речевой безопасности. Напомню, что данный конкретный цикл мы посвятили языковым играм. Мы с вами уже на предыдущих занятиях обсудили такие языковые игры, как заумь, языковая демагогия, языковая искренность. А вот сегодня, на сегодняшнем занятии, мы с вами познакомимся с тем, что представляют собой так называемые игры, вопросы и ответы. Не случайно я выбрал эту тему для нашего сегодняшнего с вами занятия. Дело в том, что именно на таких вопросно-ответных играх и построено общение. Общение не только между людьми, то есть не в плане обыденного диалога, но и общение на каких-то иных уровнях. Сюда включается и социально значимое общение, например, начальника и подчиненного. Естественно, не последний интерес представляет и такие игры, вопросы и ответы на уровни политической демагогии. То есть, как мы с вами видим, все эти языковые игры вращаются как в плоскости межличностного общения, на уровне бытового общения, так и стремятся выйти на иные уровни, которые обслуживают цивилизацию, общество и в плане экономики, и в плане политики, и других аспектов социальной, активной жизни людей в обществе. Итак, игры, вопросы и ответы – это наша с вами сегодняшняя тема. Вспомним для начала, что представляют собой типы речевых актов и какое это все имеет отношение вот к той теме, которую мы с вами сегодня будем обсуждать. Дело в том, что когда мы с вами рассматривали основные типы речевых актов, я уже говорил о том, что в диалоге, в конкретном общении кому-то одному обычно принадлежит некая ведущая роль. Кто-то выступает в качестве лидера общения, даже если речь идет о чисто бытовом диалоге. То есть некий человек, с которым вы разговариваете, он задает программу общения, как принято говорить на уровне обыденного языка, задает тон разговора. Либо это вы являетесь лидером и задаете свою программу общения. Либо вам удается в какой-то момент перехватить инициативу у партнера и заставить его говорить о том, что интересует вас. Таким образом, активное речевое поведение, это для нас важно, поскольку мы с вами, напомню, обсуждаем различные технологии речевой безопасности. И вот здесь активная речевая позиция, конечно же, является приоритетной, потому что если вы займете активную речевую позицию, тем самым это позволит вам доминировать в разговоре, навязать свою точку зрения. Плохое или хорошее, это уже относится к содержательной части разговора, а сама технология, еще раз давайте обратимся к этому термину, для того и существует, чтобы задать тон диалога, тон беседы, задать некую программу беседы. И в зависимости от того, кто перехватит инициативу, в тех руках, соответственно, окажутся и результаты, запрограммированные результаты того или иного диалога, той или иной беседы. А это бывает зачастую очень важно. И в межличностном общении на бытовом уровне, как мы сейчас увидим на некоторых примерах, так и в каких-то социально значимых ситуациях. Итак, давайте также вспомним о том, что любой диалог предполагает как минимум двух участников, это адресат и адресант, то есть говорящий и слушающий, либо, если мы будем расширительно понимать этот термин, это и читающий, и пишущий, поскольку диалогическое общение предполагает не только устную форму существования. Диалогическое общение, оно может существовать и в письменной форме. Здесь мы не будем проводить с вами принципиальной разницы, потому что мы можем услышать рекламу в устной форме, а можем и прочитать рекламу, то есть столкнуться с письменной формой существования какого-то рекламного текста. И адресат на самом деле, то есть мы с вами, вот если речь идет о восприятии рекламы, мы можем принять эту рекламу, отвергнуть эту рекламу, то есть мы можем иными словами принять или отвергнуть определенную речевую стратегию, тактику, определенную речевую программу, программу того человека, от которого исходит тот или иной рекламный текст или та иная информация. Но кроме вот такого пассивного сопротивления в наших же с вами силах, перейти в наступление, и мы можем согласиться с просьбой человека, мы можем отказать ему в этой просьбе, мы можем принять рекламную информацию и пойти купить что-то, а мы можем только посмеяться над тем, как рекламируется тот или иной заведомо не очень хороший, качественный продукт. Так что наша с вами роль, она не пассивная, она на самом деле активная. И вот если мы с вами, как потребители информации, осознаем свою активную роль, тем самым мы и обретем еще одну технику, еще одну технологию, которая позволит нам с вами защититься, например, от недобросовестной рекламы или от проявления языковой демагогии. Ну, естественно, давайте теперь подведем небольшой итог и скажем о том, что все речевые акты могут быть или активные, или пассивные. По отношению к речевым актам мы можем говорить о активных и пассивных проявлениях речевой активности людей. И, конечно же, мы, как говорящие и слушающие, отчетливо это всегда ощущаем, даже если не рефлексируем это на каком-то рациональном уровне, но на уровне подсознания, на чисто интуитивно-речевом уровне мы это всегда с вами, безусловно, ощущаем. При этом активная роль всегда принадлежит спрашивающему или тому, кто выдвигает то или иное требование. Это отчетливо совершенно проявляется в таких бытовых диалогах, которые вам, безусловно, не раз приходилось слышать. Ну, например, ты меня уважаешь, а ты меня, а я первый спросил. И вот после этой реплики на самом деле отвечать уже нечем, потому что приоритет спросившего первым выдерживается в такого рода диалогах достаточно строго. Это один из законов речевого общения. Хотя существуют технологии перехвата инициативы, и мы в некоторых ситуациях стремимся, может быть, пока только интуитивно воспользоваться такими стратегиями. А вот теперь мы с вами можем на рациональном уровне дать себе отчет в том, что наша с вами задача может заключаться в том, чтобы не пассивно реагировать на подобные реплики, а попытаться перехватить речевую инициативу и вместо отвечающим стать спрашивающим. Это достаточно сложно, это требует определенных усилий и, скажем так, определенного уровня речевой ловкости. Не всегда это удается, что и является поводом для написания многочисленных юмористических рассказов, юморесок, каких-то смешных зарисовок из жизни. Давайте послушаем, как этот фрагмент речевого общения очень удачно обыгрывается в одном из юмористических рассказов Аркадия Аверченко. Вот небольшой фрагмент из его рассказа, из рассказа Аркадия Аверченко «Подходцев и двое других». Предуведомление к данному диалогу. Это диалог квартирной хозяйки и героя. Итак, квартирная хозяйка требует у жильца квартплату. И происходит следующий микродиалог. Вы на сегодня обещали, говорит квартирная хозяйка. Неужели сегодня? Что это у вас? Новая кофточка? Прихорошенькая. Мы видим, что в данном случае партнер по диалогу пытается перехватить инициативу и перевести разговор с денег на какие-то другие предметы. Реплика хозяйки. Новая. Позвольте получить, Константин Петрович. Что получить? Да деньги же. Пожалуйста, не задерживайте. Мне на кухню надо. Хозяйничаете все. Хлопочете. Ласково спросил Клинков. Может, вам разменять нужно? Я пошлю. Сколько там с меня? Двадцать рублей. Деньги. Задумчиво прошептал Клинков. Шесть букв. А какая громадная сила в этом коротеньком словце. Вы читали, Анна Марковна, роман Золя. Деньги. А вы читали когда-нибудь повестку о выселении? Полюбопытствовала хозяйка. Как видим, герою данного микродиалога так и не удалось перехватить инициативу и не удалось задать свою программу общения, в которой бы разговор о деньгах ушел бы на второй план и был бы заменен разговором о новой кофточке, либо о хлопотах по кухне. Хозяйка свою речевую, активную позицию упорно не сдает. Давайте посмотрим, что это, собственно, за технологии. Давайте попробуем проанализировать эту речевую ситуацию. Мы с вами видим, что Константин Петрович, герой данного рассказа, многократно пытается перехватить речевую инициативу. То есть он задает вопросы на совершенно постороннюю тему. Обратите внимание также на то, что в обычном диалоге собеседник в таких случаях возвращает к теме. И вот там звучат реплики у хозяйки. Не об этом речь. Вы мне не ответили. Возвращается таким образом к теме основного диалога. Но чем интересен этот микродиалог, почему я его выбрал в качестве примера? У Аверченко на самом деле в какой-то момент хозяйка поддерживает игру. Она прекрасно понимает, что это именно речевая игра. Она отвечает вопросом на вопрос, и угрозу выселить жильца она как бы облекает в форму такой легкой светской болтовни. То есть хозяйка рефлектирует возможности речевого поведения. Насколько объективно и объективирована эта рефлексия происходит у хозяйки, об этом можно только догадываться. Скорее всего, это носит подсознательный характер. Но, безусловно, у самого автора, у Аркадия Аверченко, эта возможность языковой игры полностью объективирована в тексте. Напомню также, что в споре приоритетной считается последняя реплика, так называемое последнее слово. И выигрывает в этой игре, напомню, что речь идет именно о игре, о речевой языковой игре, выигрывает тот, за кем остается по поговорке последнее слово. Ну, здесь тоже нужно сделать одно такое уточнение, и вот для этого приведу еще небольшую шутку, небольшой анекдот. Ты хочешь меня уверить, что оставляешь за собой последнее слово во всех спорах со своей женой? Конечно, я всегда говорю, да, дорогая. Вот это выражение, устойчивое выражение в русском языке, почти что фразеологизм, последнее слово в споре осталось за тем-то и тем-то, на самом деле корректно только в том случае, если точка зрения этого человека восторжествовала. Иначе мы с вами оказываемся в позиции героя, только что процитированного анекдота. Ну, а из различных типов речевых актов, о которых я начал говорить, языковой игре, как мы с вами могли убедиться, чаще всего используются утверждения или вопросно-ответные высказывания и побуждения. Вот такие высказывания тоже могут носить совершенно различный характер. Чисто интуитивно, безусловно, вы могли с ними сталкиваться, не давая себе отчета в том, с какими, собственно, речевыми проявлениями вы в тот или иной момент встретились. И вот в качестве очень интересного фрагмента речевой игры я хотел бы упомянуть так называемые гипотетические высказывания. Утверждения, как обыгрываются утверждения, вот примеры я уже приводил. А вот сейчас я хотел бы процитировать небольшой фрагмент, который иллюстрирует обыгрывание того типа утверждения, которое именуется гипотетическое высказывание. Давайте с вами послушаем. Наставление артиста, автора пьесы, который в первый раз идет к режиссеру театра. Вот такой небольшой фрагмент юмористической сценки. Как пройдете большой серый дом, повернете налево, в тупичок. С улицы входа нету, а поверните за угол во дворе. Там увидите человека в тулупе. Он вас спросит, вы зачем? А вы ему скажете только одно слово. Назначено. Это пароль? Спросил я. А если человека не будет? Он будет. За углом, как раз напротив человека в тулупе, вы увидите автомобиль без колес на домкрате. А возле него ведро и человека, который моет автомобиль. Напротив же как раз человека с ведром дверь. А напротив беленькие колонны и черная-причерная печка, возле которой сидит на корточках человек в валенках и топит ее. Вот это фрагмент из булгаковского театрального романа. Чем интересен этот фрагмент речевого поведения, так называемого гипотетического высказывания? Интересен этот фрагмент тем, что здесь нарушен принцип организации гипотетических высказываний. То есть нейтральным было бы включение в текст каких-то показателей гипотетичности, например, таких слов из серии, как «вероятно», «наверное», «скорее всего», «может быть». Мы хорошо даем себе отчет, когда в обыденной речи опускаем показатели вот этой гипотетичности. На самом деле это достаточно частотные случаи. Мы можем сказать или завязать некий диалог, который прозвучит следующим образом. Он завтра будет в институте и получить в ответ вопрос «а если не будет?» Ну а если не будет, тогда произойдет то-то и то-то. На самом деле вот эта первая реплика, чисто интенсионно ее можно распознать, потому что больше никаких сигналов, никаких маркеров на уровне лексики, на уровне слов в этой реплике нет. И, очевидно, только интенсионно мы можем подсознательно оформить эту реплику с тем подтекстом, что это некое предположение, что это некоторое гипотетическое высказывание. Хотя, само по себе, как мы видим, оно никаких маркеров на уровне слов, на уровне лексики, маркеров гипотетичности в себе не содержит. И поскольку не всегда, особенно что касается письменной формы существования языка, мы можем распознать это гипотетическое высказывание в полном объеме, на этом и строится, соответственно, некая игра, в том числе вопросно-ответная игра. А ответ на самом деле, ну уж поскольку мы заговорили о вопросно-ответных играх, поговорили достаточно подобно о вопросах, об утверждениях, о гипотетических утверждениях, так вот, ответ на самом деле это тоже особый тип речевого акта. Ведь ответ, он провоцируется не только вопросами, конкретными вопросами, на которые можно ответить «да» или «нет», ответ может провоцироваться и другими типами речевых актов. Это может быть и побуждение, на которое тоже нужно каким-то образом отреагировать, и это тоже будет ответ, и какое-то побуждение, ответ на это побуждение, тоже на самом деле могут стать фрагментом речевой игры. Что же представляют собой вопросно-ответные соответствия? Вот почему мы вообще говорим о неких соответствиях? Дело в том, что вопросы и ответы, разные стороны их взаимоотношений, это неисчерпаемая основа, неисчерпаемый кладезь для создания различных видов языковых игр, шуток, пародий, каламбуров. Активная роль при этом принадлежит, как я уже говорил, именно спрашивающему. Ну, а отсюда естественное стремление у того, у кого спрашивают, перехватить инициативу. Вот на этом строится и большинство шуток. Вот приведу один пример. На вопрос жены. «Ты гулял сегодня с собакой?» Ни в коем случае нельзя отвечать «нет», потому что она скажет «так погуляй же». Нужно отвечать «нет», а ты?» Вот таким образом, хотя это и шутка, но в этой шутке сконцентрирована именно эта технология. Технология перехватывания инициативы в общении. И, вот как это тоже принято, обозначает на уровне бытового сознания, возможность состоит в том, чтобы перевести стрелки с себя на партнера по коммуникации. Ну, есть еще одна русская пословица, которая гласит «с больной головы на здоров». Вот все эти пословичные выражения, они и презентируют нам с вами то, что в диалогическом общении, в межличностном общении вопросно-ответные игры, перехватывание инициативы занимают достаточно важное место. Это достаточно важно и для говорящего, и для слушающего, потому что заинтересованность в диалоге, степень заинтересованности в диалоге, она должна постоянно поддерживаться и быть на одном уровне у всех участников диалога. Итак, что представляет собой вот та называемая степень заинтересованности спрашивающего? Давайте об этом сначала поговорим. Ну, одно из требований, на котором должен удовлетворять вопрос, это, конечно же, требования или условия искренности. Но говорящие достаточно тонко чувствуют различия в степени заинтересованности, в степени искренности спрашивающего в получении ответа. И вот здесь представлен в речевом общении достаточно широкий спектр от глубокой личной заинтересованности до праздного любопытства, либо то в ситуации полной незаинтересованности, ну, когда вопрос задается лишь из вежливости. Все эти различия и являются материалом для языковой игры. Ну, например, для анекдота. Один пример приведу в этой связи. На вокзале пассажир спрашивает у служащего. «Скажите, здесь вход для депутатов парламента?» «Да, проходите, пожалуйста». Его спутница. «Разве вы депутат парламента?» «А я и не говорил, что я депутат. Я просто спросил, здесь ли вход для депутатов». Особый, достаточно интересный случай – это случай вопроса, так называемый вопрос участия. Вот такой вопрос, вопрос участия предполагает на самом деле ту ситуацию, что спрашивающий в случае необходимости может помочь собеседнику. Ну, а если неправильно проинтерпретировать, либо заведомо исказить смысл данного вопроса, мы опять попадаем в поле языковой игры. Один пример приведу, как функционирует в общении вопрос участия. «Диалог в кинотеатре». «Тебе хорошо видно, дорогая?» «Да, спасибо». «И тебе никто не мешает?» «Нет, никто». «А кресло удобное?» «Да, все в порядке». «Может, поменяемся местами?» Вот такие ситуации действительно, как вы можете убедиться, также являются материалом для языковой игры на уровне, как мы видели, межличностного общения. Ответ на заданный вопрос в типовой ситуации речевого общения обязательен. Но возможны и молчания. То есть, возможны ситуации, когда на вопрос ответа не последуют. И вот в русскоязычной культурной традиции считается, что молчание на самом деле хуже, нежели самый грубый ответ. На вопрос «почему» можно ответить «потому», например, с особой интонацией раздражения. Или «почему по кочану?» Или «потому, что кончается на «у». Вот такие реплики, которые как бы звучат эхом к вопросу, собственно, не отвечают на вопрос, но представляют собой некий псевдоответ. И вот в русской культурной традиции, напомню еще раз, считается, что такой ответ, хотя он считается грубым, лучше, и он должен прозвучать, это лучше, чем молчание. Поскольку молчание в культуре тоже носит знаковый характер, не является как бы пустым, не является нулем при общении, а может восприниматься, может интерпретироваться достаточно широко, вплоть до мотивации оскорбления, которые наносятся таким образом в собеседнии. Итак, напомню, мы с вами обсудили некоторые ситуации, которые связаны со степенью заинтересованности спрашивающего, когда он организует диалогическое общение. Как мы могли убедиться, от степени заинтересованности и зависит та или иная форма языковой игры. А вопросы давайте вот теперь подробнее разберемся с тем, что представляют собой вопросы, какие вопросы мы используем в общении. Это могут быть общие, так называемые, альтернативные и специальные вопросы. Ну, что касается альтернативных и специальных вопросов, то они нам тоже чисто интуитивно хорошо известны. Здесь вот в нашей передаче я хотел бы привести некоторые примеры для того, чтобы с уровня подсознания вывести вот эти представления о видах вопросов на рациональный уровень. Для того, чтобы сформулировать те или иные вопросы, мы должны в русском языке широко использовать модальные слова. Ну, такие слова, как «наверное», «возможно». Мы можем задать такие общие вопросы или альтернативные вопросы, как «это, наверное, мрамор» или «это, наверное, мрамор» или «граница». Вот в таких ситуациях, когда нам нужно разобраться с материалом, может быть, из которого сделана та или иная статуя, мы вполне обойдемся такими общими или альтернативными вопросами. Интересно, что при помощи вопросов общих, специальных, альтернативных мы можем вступать в ту или иную речевую игру. Есть, например, такие возможности в русском языке, как определенно выразить согласие и несогласие, сформулировав тот или иной вопрос. При этом сама формулировка, она даст возможность нашему собеседнику более четко понять или выразить свое согласие или несогласие, нежели он использовал стандартные краткие формулы типа «да» или «нет». Например, разговор двух приятелей. «Я не мог не жениться на ней». Ведь как она поставила вопрос? «Ты женишься на мне?» «У тебя нет возражений?» «Тут уж я никак не мог выкрутиться». «Скажи «да» или «нет»» – ее устроил бы любой ответ. «Почему же ты не промолчал?» «В том-то и дело, что промолчал». Тогда она сказала «молчание – знак согласия». И на этом все было кончено. Вот давайте проанализируем этот речевой фрагмент. То есть мы можем почувствовать, что говорящие достаточно тонко чувствуют неудовлетворенность общего вопроса, который включает в себя отрицание. Потому что на такой вопрос нельзя ответить. И это подчеркивает безвыходность ситуации, речевой ситуации, прежде всего, в которую попадает человек. И, как я уже говорил, данная ситуация иллюстрирует и употребление, если можно так выразиться, фрагмента молчания. Молчание как некоего знака в диалоге, который может тратиться очень широко. Ну, а в русском языке, как мы с вами хорошо знаем, есть универсальная пословица, которая, собственно, и позволяет расшифровать молчание как некий знаковый фрагмент речи, однако в пользу спрашивающего. То есть того человека, который и задает программу диалога, и эта русская пословица гласит молчание, знак согласия. Именно эта пословица и фигурирует в том примере, который я только что озвучил. Обыгрываться могут разные вопросы. Вот еще один пример, позволю себе привести в ходе нашего занятия. Пример на то, как обыгрываются альтернативные вопросы. Что более вам нравится? Запах розы или резиды? Запах селедки? Звучал ответ. То есть вот в этом конкретном примере обыгрывается свойство альтернативных вопросов задавать область. Например, цветы. Вопрос задается, что вам нравится больше, запах розы или резиды? То есть задается область цветы, и далее дается конкретизация, какие-то элементы, какие-то фрагменты из этой области, либо розы, либо резида. А аномалия в диалоге возникает отнюдь не при нарушении исходного предположения о вероятных элементах. Ответ запах фиалки отнюдь не был бы аномально, потому что фиалка входит в эту область, которую мы назвали цветы. А юмор, шутка, парадокс возникает при нарушении, задаваемой вопросом области. Как я уже показал на этом примере, где область цветы в ответе заменяется совсем другой областью, а именно область продукты. И звучит конкретный фрагмент этой области, а именно селедка. Ну, мне кажется, что с этой группой вопросов мы успешно с вами разобрались. А есть еще достаточно интересный фрагмент, который принято именовать псевдовопросы. Дело в том, что многие вопросы, например, недоуменные вопросы, риторические вопросы, собственно, вопросами и не являются. Они не содержат основного такого компонента, как незнание. То есть я не знаю что-то, и мне нужна информация для того, чтобы этот фрагмент незнания ликвидировал. И, естественно, такие псевдовопросы, они не требуют ответа, потому что никто не может объять необъятное, как говаривал Казьма Повутков. И вот эта реплика, утвердительная реплика, соответствует как бы такому псевдовопросу, который можно было бы задать к этому утверждению, кто может объять необъятное. Буквальное понимание подобных псевдовопросов, собственно, и вызывает предпосылки языковых игр, поскольку в культуре, в русской речевой культуре принято считать, что человек проводит четкую грань и должен анализировать и правильно распознавать истинные вопросы, которые содержат запрос на неизвестную информацию, как я уже говорил, и некие псевдовопросы, которые ответа отнюдь не требуют. Если же человек буквально понимает псевдовопрос как информационный вопрос, то ставит себя в некую ситуацию сознательную или несознательную ситуацию языковой игры. Давайте посмотрим это на конкретном примере. Слушайте, клянусь вам, что я погибаю. Что у вас в груди? Сердце или камень? Он прислушался, ответа не было. Его больше не слушали. Вопрос о содержимом грудной клетки телефонистки так и остался невыясненным. Еще один пример из 12 стульев. Бендер и Воробьянинов обсуждают стоимость сокровищ, которые спрятаны в стульях. Вот напомню этот фрагмент диалога. Теперь, значит, стоит полтораста тысяч. Неужели так много, — обраданного спросил Воробьянинов. Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это. Как плюнуть? Слюной, — ответил Остап. Как плевали до эпохи исторического материализма. Все равно ничего не выйдет. Вот этот вопрос, который прозвучал в этой микроэдиологии, вопрос Воробьянинова. Как плюнуть? На самом деле, по форме специальный вопрос. А по существу, на самом деле, это не вопрос. Это выражение недоумения. То есть, почему нужно отказаться? Вот что, собственно, хотел спросить Воробьянинов. А ответ Остапа Бендера, ответ «как плюнуть?» — слюной, — отвечает Бендер, — ориентирован именно на буквальный смысл вопроса. И еще интересен такой фрагмент, что в данном случае мы сталкиваемся с так называемым коммуникативным провалом или коммуникативной неудачей. То есть, никакого вразумительного обмена информации не состоялось, но, тем не менее, вот это достаточно любопытный речевой феномен, собеседники поняли друг друга. Они поняли, что они играют, что между ними завязалась некая речевая игра. Ну, а от псевдовопросов мы можем теперь перейти к знакомству с таким видом вопроса, как экзаменационный вопрос. Достаточно интересные виды вопросов скрываются за этим общим термином. Дело в том, что, в отличие от других вопросов, они заведомо всегда задаются лицом или неким персонажем диалогического общения, который заранее ответ знает. И, тем не менее, несмотря на то, что он знает прекрасный ответ, он требует от партнера по коммуникации, от партнера по общению полного ответа и при этом не допускается в норме отсылка на чужое мнение. Вот типичный пример употребления так называемого экзаменационного вопроса в диалоге. Учитель. Семенов. Что вы скажете о центробежной силе? Ученик. Совершенно согласен с мнением автора учебника физики, господин учитель. Ну а экзаменационные вопросы различаются между собой по степени сложности. Они могут быть альтернативные, могут быть общие, которые требуют ответа «да» или «нет». Но они всегда заведомо легче, чем специальные, которые включают в опросительные местоимии. И, наконец, еще один любопытный вид вопроса. Не знаю, доводилось ли вам на рациональном уровне давать себе отчет, что вы тоже пользуетесь такими вопросами. В лингвистике, в филологии это называется «Пушкин вопрос». Это достаточно интересный вид вопроса, а именно вопрос типа «А уроки за тебя Пушкин будет делать?» Вот, собственно, из этой фразы и пошло терминологическое название этого типа вопросов. А именно «Пушкин вопрос», потому что он зачастую принимает именно эту форму с употреблением имени собственного. Ну, зачастую «Пушкин». И выражает этот так называемый «Пушкин вопрос» одновременно и возмущение тем, что адресат до сих пор не совершил некое действие, которое он обязан был сделать. И одновременно этот вопрос заключает в себе и грубое требование что-то конкретно сделать. Здесь нужно учитывать различные социальные роли, различный социальный статус говорящих. Потому что в норме социальная роль говорящего выше бывает социальной роли слушающего. Вот такие асимметричные социальные отношения выстраиваются в этом случае при диалогическом общении. И в заключении давайте с вами, мы все время говорили о вопросах, не менее интересен и случай так называемых уклончивых ответов. Дело в том, что помимо молчания, как крайнего способа нулем обозначить границу диалога, существует множество способов уклониться от ответа на неприятный вопрос. Так называемые уклончивые ответы. Пример, напомню, из Ильфа и Петрова, тот самый знаменитый диалог Остапа Бендера и председателя исполкома. «Простите, а как ваше имя? Николай Шмидт. А по батюшке? Ах, как нехорошо, подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца». «Да, протянул он, уклоняясь от прямого ответа. Теперь многие не знают имен героев. Угар, Непа». Вот такие реплики, собственно, и представляют собой возможность сформулировать ответ, по сути дела, не ответив на вопрос. Так называемые уклончивые ответы. Наше с вами очередное занятие по курсу технологии речевой безопасности подошло к концу. Напомню, сегодня мы с вами подробно обсудили, что представляют собой игры «Вопросы и ответы». А рассмотрение таких речевых игр, вопросно-ответных игр, собственно, подводит нас к следующей теме, которой мы посвятим следующее очередное занятие. Мы будем говорить о косвенных речевых актах и о коммуникативных неудачах. Ну, а наше сегодняшнее текущее занятие подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.